Всем привет дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в новую серию нашего шестого сезона с модом Pixelmon. И что мы будем сейчас делать перед тем, как куда-то идти, что-то искать или еще что-то сделать? Ребята, всем спасибо тем, кто сейчас находится тут и смотрит вот эту серию. Я благодарен каждому человеку, который меня поддерживает. Поэтому, ребята, если вы смотрите это, то отдельное вам спасибо. Также, ребята, сразу бы хотел вам сказать, давайте на этой серии наберем 800 лайков, чтобы новая серия Pixelmon вышла завтра даже, или послезавтра, или практически каждый день. Потому что вот эта серия, я согласен, что выходила долго. Потому что нам понадобилось около полторы недели, чтобы набрать на предыдущей серии 800 лайков, чтобы вот эта серия все-таки вышла. Поэтому, ребята, если вы хотите, чтобы новые серии Pixelmon выходили как можно быстрее, все, что от вас требуется, это просто-напросто поставить лайк, и потом не кричать на меня, что Эдисон, где, мол, новая серия Pixelmon, уже мы столько ждем, а она все не выходит и не выходит. Ребята, для того, чтобы они выходили, и все, что от вас требуется, еще раз скажу, это просто-напросто поставить лайк. Если вы хотите видеть новые серии, то, пожалуйста, ребята, поставьте лайк, и они будут выходить как можно чаще. И перед этим, точнее, после этого, куда бы нам пойти? Давайте, в принципе, сначала пойдем на задний двор, и я вам покажу, что я сделал. Вот тут я уже сделал вот такую небольшую фигню, то есть ограду, можно сказать, фонари. Тут еще можно, у нас дерева сейчас нету, тут еще можно заборчики поставить, тут у нас хранятся прикольные. Вот еще что нужно, факелы сделать, еще нужно факелы сделать и расставить. Хоть фонари у нас есть, но они как-то не прямо очень освещают. Они круто освещают без шейдеров, да, без шейдеров тут, в принципе, все освещено, но шейдерами намного меньше освещения, поэтому потом это все нужно будет сделать. Плюс тому, ребята, смотрите, да, у нас уже есть нормальный апреконов, и мы сейчас уже, наверное, будем начинать, будем начинать делать булы, и как можно больше ловить всяких покемонов. Тут у нас, да, тут у нас тоже есть апрекон. Я не буду сейчас их выкладывать в сунду, который находится у нас тут на улице, просто-напросто я не вижу смысла, так как сейчас мы заходим сюда, ставим все в печку, ставим на пережарку. Это, 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 и вот это, и все. И это у нас, ребята, все сжарится. Это я забираю, и мы идем на второй этаж, потому что мне нужно немного дерева для того, чтобы сделать палочки. Вот тут, смотри, я тоже сделал такую, вот тут, как будто, я не знаю. Ну, цветочки вот тут такие прикольные. И тут еще реально нужно освещение сделать, потому что ни черта не видно. И опять эти конченые сундуки переставляются туда-сюда. Я, если честно, не знаю. Мне кажется, если мы тэпэхнемся куда-то, допустим, вот сюда, да, вот так, мы тэпэхнули. Сейчас возвращаемся назад. Где, где сундуки? Да, и они смотрят почему-то в другую сторону, я не представляю, почему. Пакел у нас две штучки есть. Немного еще железа возьмем. Рыбу возьмем, чтобы потом пережарить. Это возьмем. Немного вот этого возьмем. Немного вот этого возьмем. И, в принципе, пока что все. Больше нам ничего не нужно. Ну, еда тут есть, но у нас пока что рыбочки хватает. Рыбы у нас, если честно, сейчас много. И тут у нас сейчас... Тут у нас 16, тут у нас 32. Значит, возьмем еще вот это. А, еще картошечку возьмем, чтобы потом пережарить. И что мы еще можем отсюда взять, чтобы пойти и сразу же поставить на пережарку. Давайте вот это возьмем, это возьмем. Почему у нас тут лишнее вот так это все валяется, я не представляю. Вот хреновенько то, что сортировка вот этого сундука не работает. Хоть у меня есть этот мод, но он вроде работает только на... О, у нас еще и тут и факела есть. Этот мод работает только вроде на валинные, да, на обычные сундуки. А на вот эти он почему-то не хочет работать. Ну, да ладно. Так, сколько нам нужно? Давайте один, два. Вот так сделаем. Сразу же кирку делаем. Сразу же кирку. Сразу же топорик. И, наверное, сразу же сделаем... Сразу же сделаем лопату. Вроде нормально. Вот тут в инвентаре это все работает. Я не представляю, почему. Так. Это ставим, это ставим. Это ставим. Это и вот это, в принципе. А тут у нас есть что-то? Ух ты, нифига себе. У нас тут еще есть всяких... Опа, вот так. Значит, идем пока что на первый этаж. Прыгаем прям со второй этажа. А хоть у нас там есть лестница, но мне как-то лень спускаться по ней, да. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Вроде все. В принципе, вот это уже можно сюда поставить. Так как оно уже пережаренное. И вот это можно сюда поставить. Ну, вроде все. И, в принципе, знаете что? Давайте-ка мы еще и факелы сделаем немного. Вот так. Вот так. Замечательно. И вот смотрите. Вот этот айрон... Вот этот железный молот. В принципе, ух. Железный молот это не очень хорошо. Потому что, если мы даже сейчас будем делать апреконы, болы с апреконов, да. То он, если честно, очень-очень быстро сломается. Так как он, ну, не скажу, что прям какой-то офигенный, да. Самый обычный какой-то молот. Так, давайте это сюда поставим. Это сюда поставим. Чтобы немного светлее было. Это сюда. Это тоже сюда поставим. Это сюда. Это сюда поставим. Сюда-сюда. И тут, в принципе, вот так все темно. Но уже хотя бы немного светлее стало. Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Это, ребят, не переживайте. Мы потом вот это все рассортируем. Но чуть позже. Это, так, это. Много тут всякой хрени. И меня бесит то, что вот этот мод почему-то не работает на сортировку. Твою нафиг. Так, все. Замечательно. Пока что пускай будет тут. Что-то я еще хотел вроде или нет? Вроде нет. Ладно. Тогда знайте, что идем поспим. И после того, как мы поспим, идем, ребята, куда-то на охоту. Идем на охоту. Риолу, Ноктаву. Кто у нас? Риолу, Ноктаву у нас еще есть. Я о том, ребята, чтобы еще кого-то назвать. Ноктаву и Риолу. Ну, Риолу, знаете, ребята, Риолу, наверное, все-таки мы назовем в честь брендита. Так как я сказал давно, я уже говорил, что я назову его в честь него. И если я сейчас, наверное, этого не сделаю, то многие на меня будут кричать. Лэдисон, ты же обещал, ты же обещал. И не назвал. Но все-таки, наверное, ребята, назову. Что у нас остается? У нас остается вот эта проблемка с этим Ноктовлом. Потому что я, если честно, до сих пор не знаю, как его назвать. Потому что многим, лично мое мнение, Ноктаву зашибительно подходит к Филиппину. Да, потому что как бы сова-сова, можно и так сказать. Но! Многие, наверное, потом будут кричать, что Эдисон, так Ноктава у тебя же девушка, а не мальчик. Я, в принципе, с этим, наверное, согласен, но... Я, ребята, с этим согласен. Но то, что я не знаю, честно. Ну, смотрите, но если... Ноктаву, хоть у него и женский пол, у нее, может, потому что женский пол. Ну, мне кажется, как-то странно будет. Смотри, я так же повернул голову, и он так же повернул голову. Мне кажется, странно будет немного смотреться, если мы назовем девушкой. Почему Ноктава, ты девушка? Почему мы не словили мальчика? Твою мать, я... Я не знаю, честно, ребята. Я сейчас сижу и думаю, я не знаю. Просто он зашибительно подходит к Филиппину. Потом, если мы захотим называть... Назвать все-таки Филиппина... Назвать какого-то покемона в честь Филиппина, то... Да твою мать, да где ты летай в жопе, что я попасть на тебя не могу. Если мы потом захотим назвать какого-то покемона в честь Филиппина, то это бред будет, если мы там, допустим, назовем какого-то там, я не знаю, Пиджия в честь Филиппина, да. Мне кажется, будет круто, если мы сейчас назовем Ноктава. Я, честно, ребята, я не знаю, что делать с этим. Давайте в этой серии, я не буду еще его называть, а давайте я спрашиваю у вас, чтобы потом на меня не кричали, а если даже кричали, то я скажу. Это не я решил, это подписчики, вот на них и кричите. То есть... Сейчас, ребята, я у вас спрашиваю. Как, точнее, в честь кого называть нам Ноктава? Все же. Он офигенно подходит к Филиппину. Но у него женский пол. То есть, все же, как вы считаете? Называть в честь Филиппина или называть в честь какой-то девушки, там, видеоблогера или люцплейщицы? Сейчас, ребята, выбор я предоставляю вам, потому что, честно, я сам не знаю. Поэтому и напишите сейчас мне, пожалуйста, в честь Филиппина, хоть и женский пол, но выглядит как мальчик, можно сказать, или в честь какой-то девушки. Все. После этой серии я буду называть так, как вы решите. И не важно, какое у вас будет решение, просто-напросто напишите в комментариях, в честь кого. Потому что, честное слово, ребят, я уже запутался, я уже не знаю, в честь кого называть. Поэтому я сейчас полагаюсь на вас. Ну, все. Смотрите, ребята, Ноктава у нас уже... Ноктава у нас уже в сороковой уровне. Мне кажется, дальше его не стоит качать. Это уже будет чересчур. Наверное, сейчас мы на этом остановимся. И больше мы его прокачивать не будем. А будем прокач... Это что? Это болый? Нет, это гриб нафиг. Больше мы его прокачивать не будем. Потому что потом мы пойдем слоем Пиджея. И, наверное, Пиджея или там Фирова, или там еще кого-то. И заменим Ноктава на другого летающего покемона. Потому что... Ну, хватит уже. То есть, знаете... Мне кажется, не стоит прокачивать вот всех покемонов прям там... Не знаю, в каком, в 80-м уровне. Мне кажется, это уже будет чересчур. А сейчас мы немного повалим Флаффи. Потому что... Потому что, ребят, это вроде 12-я серия, если я хорошо помню. Это 12-я серия. И я вне серии всегда понемножку, понемножку, понемножку да что-то строю. Вот видите, я там сзади двор построил. Потом на втором этаже вот это... Что я там сделал. Нет, не стекло. Ну, вот цветы вот эти поставил. И с каждой стилей я пытаюсь что-то сделать. И я тоже, наверное, постараюсь в скором времени... Да ударь ты его нафиг. Я тоже постараюсь в скором времени уже, наверное... Сделать магазины. Да, и чтобы у нас уже были... Чтобы у нас уже были продавцы. И, как я раньше говорил, мы будем продавать ненужные вещи, как прямо на серверах. Да, то есть... Ненужные вещи... Хотя, не вещи, даже ненужные вещи. А вещи, которые мы выбиваем с покемонов. Также какие-то ресурсы. Да вот этот паралич нафиг пройдет когда-то. Вот, например, что мы выбили? Вот мы выбиваем Гоустон с того же Магнимайта. Мы выбиваем Алюминий. Железо с того же Магнимайта. С Филов, Силов и других там... Вот Сала там где-то гуляла. Мы уже убивали. С них выпадает рыбка. Поэтому рыбку мы тоже будем продавать. Вот шерсть. Шерсть тоже мы вот так можем прийти нафиг убить там Марипа. Да, и выпадет нам шерсть. И Ридстоун. И мы пошли так же продали в том же магазине. И так, наверное, мы, ребята, будем развиваться в этом сезоне. Что-то продавать. И, например... Это с окном нахрен. Я не знаю, слышно ли вам было или нет. Но надеюсь, что нет. Мы вот так будем продавать ненужные нам шмотки. Или даже не то, что шмотки. А какие-то ресурсы, вещи, которые мы выбиваем с покемонов. Потом мы это будем собирать, 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 собирать. Продавать их за монетки в магазине. И потом, когда мы на что-то насобираем. Например, на те же боллы. На тот же мастер болл. На тот же орд. Потому что орд нам реально нужен сейчас. Так как мы уже нашли хотя бы один алтарь. Потом, когда мы будем это собирать, собирать, собирать. Когда мы сможем себе что-то позволить купить. То мы себе это купим. И, в принципе, круто. Мы себе купим, допустим, там, экспешери или орд, как я еще расскажу. Или что-то другое, да. И вот так мы понемножку, понемножку будем развиваться. Конечно, это все не будет, там, дешево. Да, вот сейчас мы набили, там, 10 шерсти. Пошли, там, 10 шерсти продали, там, за 30 монет. И за 30 монет купили себе, там, мастер болл. Конечно, это так не будет. Потому что это слишком просто будет. Если у нас хотя бы одна шерсть будет продаваться по одной, по две монетки. То нам нужно будет хотя бы, там, несколько стаков, чтобы, там, тот же орд купить. Мне кажется, как раз такая сбалансированная цена будет. Будем ли мы что-то сейчас тут делать или куда-то полетим, я пока что, ребята, не знаю. Просто я много времени провожу в зимнем биоме. Потому что в зимнем биоме, самое простое, если все-таки где-то кто-то когда-то надумается, надумается спамиться какой-то босс. То в зимнем биоме это намного проще будет его увидеть, чем, например, в каком-то либо другом биоме, да. Потому что тут все так открыто. Нету каких-то больших деревьев или еще что-то. Вот да, тут есть деревья, но сюда мы в этот лес забегать не будем. Мы вот тут рядом летаем и вот тут на этих полях заснеженных и смотрим, есть ли тут кто-то нормальный или нет. Поэтому, ребята, мы тут и остаемся. Тут в предыдущем сезоне куча свайновов, куча пылесосов, вот этих всех боссов было. Да, в принципе, реально, везде много боссов было, а сейчас я что-то никого не могу найти. Хоть мне кажется, у меня есть такое ощущение, что боссов и так и так очень много есть. Потому что самое большое количество боссов это, наверное... Так, Реолу пускай гуляет. Самое большое количество боссов это, наверное, водных, да. Те же Маджикарпы, Гулдины. Но сейчас мы их не можем увидеть, потому что нету радара и так же мы не можем сейчас проверять каждый, не знаю, каждое озеро, каждую колюжу, да, в надежде, что там будет какой-то босс. Так же, как и в земле, куча вот этих земляных покемонов под землей, которые спаунятся, которых там куча вот этих всех боссов. Но мы тоже не можем их увидеть никак, ребята, поэтому не получится у нас их увидеть. Но все же, так же, вот кости выпадают, это нормально, ребята, это нормально, вылечим, 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 вылечим. Давайте выключим шейдеры, потому что шейдерами ни черта не видно. Реолу, ты пока что погуляй. А я, если честно, не знаю, кого бы нам поубивать. В принципе, Реолу, ты так немного гуляешь, вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Я не знаю, сможем ли мы... Ух. Сможем, нифига себе, сможем, конечно, см... Да, он в бою. Конечно, сможем, нафиг. Наш уже... Лололожка уже тоже потихонечку все решает, начинает решать. Так, Фрост, Фрост, а ты что-то сможешь порешать? Мне кажется... Ну, не прям, прям... А нет, нормально, нормально. А, нет, это нам... Не, не, не вылечить нужно, это нам покушать нужно. Так, ну, больше я, если честно, никого не вижу толкового. Вот эти свайну бы тут 20 уровней. Ух. Не, все-таки нужно было вылечить. Все-таки нужно было вылечить. Хотя, хотя, он и так с одного удара его вырубил. Ну, в принципе, свайну бы там и не был каким-то прям очень-очень большим уровнем. Но все же. Так, ну, ребята, я, честно, пока что тут ничего не вижу толкового. Мне кажется... Мне кажется, может нам пойти домой? Может нам пойти домой? И начать делать болы, чтобы в следующих... Так, кто на меня напал? Начать делать болы, чтобы в следующих сериях уже пойти на охоту, как вы думаете? А если мы даже пойдем на охоту, то кого нам нужно словить и кого нам нужно выложить? Мне кажется, словить нам нужно летающего, как я уже говорил. А выложить нам нужно ноктаула. Да, мне кажется, так и нужно будет сделать. Так, наверное, ребятам и нужно будет сделать. Поэтому в следующей серии мы пойдем на охоту за каким-то летающим покемоном. А сейчас, мне кажется, давайте уже будем возвращаться домой. Вот сюда. Так, круто. Вернулись домой. Нету ли тут никаких босиков? Пожалуйста, босики, мы вас... Мы вас очень сильно просим. Нету. Нету никаких босиков. Вот вы, заразы. Вот вы, заразы. Так, нет. Вряд ли. Вряд ли, ребята, вряд ли. Так. Что мы добыли в этой серии? Точнее, вот сейчас за эту прогулочку. Это можно сюда, это можно сюда. Круто. Круто, круто, круто. Больше вроде ничего. Так, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Нам нужно болы сделать. Тут точно. Тут у нас уже все пережаривается. Так, давайте подумаем. Нам нужно вроде... Нам нужно квикболы и квикболы. Больше нам ничего не нужно. Так, сейчас. Нет, не сюда, а вот сюда. Квикболы, как они делаются вроде. Вот так. Да. Ух, ребята, 18 квикболов. Ой, не то, не то, а вот это. 18 квикболов. Для того, чтобы сделать 18 квикболов, нам нужно... Вот так, круто. Круто, 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 круто. Так. Сейчас. Нам нужно 20, 20, 20, 20. Идем в горы. Нам нужно 20 булыжника для того, чтобы сделать кнопки. Для того, чтобы сделать кнопки, нам тоже нужно не 20, а 18. 18 булыжник. Или знаете что? Смотрите. Это сюда. Это что? Ага. Тогда нам нужно 21. 21. В принципе, это недолго. Как раз снег пошел, дождик там пошел. Его я выключать не буду, потому что нет смысла его выключать. Даже если мы его выключим, то через пару минут оно опять начнется. А поэтому уже проще, проще, проще пережить вот этот дождик. Или просто сейчас пойти поспать и все. И он сам пройдет. Ну, давайте все-таки пойдем поспим, потому что плюс там и сейчас ночь. Ночь я не очень хочу что-то сделать. Делать. Ва. Так. Ну что? Круто. Дождик закончился. Включаем шейдеры. И сейчас нам нужно еще... Давайте еще пойдем на задний двор. Опять соберем апреконы. Сколько... То есть, кто у нас тут вырос. Не скажу, что много кто у нас вырос. А мы, в принципе, также можем попытаться сделать... Так, давайте это сюда. Попытаться... Нет, не вот это, а вот это. Попытаться сделать левел болы. Но у нас наша Тортера 51 уровень. Если даже использовать болы, то мне кажется, против каких-то, я не знаю, пятых, десятых уровней. Мне кажется, большого смысла сейчас нет. Но... Так, это все жарится. Круто, жарится, жарится. Тут еще... Ух, нифига себе, сколько там. Ага. Так, желтенький у нас есть. Нам еще синие нужны. Нам нужно два синих апрекона. Потому что я хочу сделать 21 ультрабол. 21... А, 21 ультрабол я хочу сделать. И нам еще нужно один. Ну, пожалуйста, вырасти. У нас уже... Я надеюсь, вам не слышно, что у меня там за окном творится. Но это жопа. Эти мотоциклисты на своих пердущих драндулетах. А вот так, как до ночи. Это еще... Это еще цветочки. Вы не знаете, какие тут летчики есть. Прям на своих развалюхах. Развалюхах в 2-3-4 часа ночи. Как нахрен тут зарычат. У меня окна прям трескаются. А когда человек спит. И тут нахрен какой-то истребитель пролетет. И с каким-то, не знаю, там заржавейшим глушителем. Да, вот так пролетит. То я прям, ребята, тут не знаю. Просыпаюсь. Думаю, ты нахрен. Где там апокалипсис? Ядерная война за окном. Вот вы. А им похрен, знаете. То есть, они не думают. Может там люди в 3 часа... Может люди в 3 часа ночи уже спят. В 3 часа ночи. 3 часа ночи уже люди спят. Да не, бред, наверное, какой-то. Не может такого быть. Да, нет. Лучше я прям пролечу тут нахрен. Не тихонько, а так прям. Нахрен. На Формуле 1 так, наверное, не летают, как тут летают. Может мне шипы купить где-то? И так посередине дороги вот так расстелить. Чтобы все там останавливались. Или хотя бы там скорость сбрасывали. А не вот так летали, идиоты. Так. Так, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Вот тут, да, это... А, так у меня там было. Ага, нормально. Вот тут все это жарится. Потихонечку жарится. Потому что скорость тут небольшая. Но зато очередь есть. Да, если мы сюда поставили что-то одно, допустим. То это не может... Это пережарится. А дальше за ним ничего не пойдет. Нужно это забирать и ставить что-то новенькое. А тут вот это пережарится. Потом пойдет другое. Потом еще одно. Потом еще одно. Еще одно. Очередь, ребята. Фух. Так. Давайте покушаем. Давайте покушаем. Это у нас есть. Это у нас есть. Вот так. Нам нужно сейчас сделать вот это все. Но это очень долго будет. Это очень долго будет. Мне... Сейчас. Может... Может там какую-то зачаровальную сделать? Или фосилмаш... Фосилмашина. Фосилмашина. Как она делается, если бы я еще помнил. Фосилклинер. Фосилмашина. Просто этих модов у меня сейчас нет установленных. Модов у меня нету сейчас. Да, они просто-напросто не пашут. Вот тут эти моды. Половина модов, которые устанавливаются, они почему-то не пашут. Ну, наверное, хрен его знает. Какие-то они рабочие. Ну, я потом посмотрю. Ну, там много обсидиана нужно. Там много алюминия нужно. Алюминию на сколько сейчас в инвентаре? 5 алюминия. Но, мне кажется, у нас еще вот тут еще 44. Нормально, ребята. Это все хватит. 40 алюминия хватит до конца сезона, как по мне. Потому что... Да, мне кажется, хватит. Там на целый сезон, мне кажется, около стака алюминия нужно. Поэтому, если вы начинаете играть в пиксельмон или еще что-то, знайте, что добываете один стак алюминия, больше вам он не пригодится. Если вы, конечно, не делаете нижние части покеболов с алюминия. Потому что с алюминия вроде тоже можно делать. Но, мне кажется, проще идти добыть там железо и сделать себе... С трех желез... Да, вот, у нас уже и кончилось. Сделать с трех желез 5 частей бола, да, чем делать там с алюминия. Поэтому, хватит. Нам нужен сейчас фосилклинер, потом фосилмашина. Нормально. Потом посмотрим, ребята. Потом это мы все посмотрим. Так. Ну, это пускай... Да ладно, я уже запарился это дело. Давайте, знаете... Так. Ага, вот. Давайте в джунгли пойдем. Я не знаю, может тут будет что-то прикольное. Может мы кого-то встретим. Может мы кого-то заметим. И в джунглях, если честно... Ну да, это, наверное, конченая идея. Идти за поисками боссов в джунгли. Потому что, если мы не можем найти боссов в обычном биоме или там в поле, да, где самое проще айпомы. Нифига себе, сколько тут айпомов. Где очень просто найти боссов, потому что они выглядят вот так. Стоят перед тобой и спрятаться они не могут. Потому что... Не могут, потому что там поле, да. Поле, 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 поле. Там не за кем спрятаться. То в джунглях, наверное, самая конченная идея. Это идти, пытаться найти каких-то боссов. Потому что тут самому проще и заблудиться, и самому... Самому тяжело найти кого-то. Хоть и покемонов тут много, но... Но, но я, если честно, никого не вижу. Вижу там псайдак купа... Да тут, ребята, тут, знаете, прям пул партий какой-то. Тут все тусуются прям. Все тусуются. Я вижу, танцуют, танцуют, танцуют. Сейчас давайте замочим. Во, смотрите. Одиш плавает. Праймейп плавает. Сайтер плавает. Ну, Мэджикард, понятно, что плавает. Это же рыба. Чатот плавает. Эмолга плавает. Там еще один чатот плавает. Короче, ну, псайдак купается. Ребята, тут прям тусовочка какая-то. Прям туса. А вот там голдак плавает. Офигеть. Тут туса. И вот там еще псайдаки. Развлекаются нафиг. И ни одного боссика. Ни одного боссика. И вряд ли, если честно, мы тут сможем найти тот же болт спрятанный. Да, или еще какой-то. Потому что, по сути... О, арбузики. По сути, это, в принципе, тяжело. Потому что, ну, не так-то и просто их найти в джунглях. Я, если честно... О, тропьюс там. Я потом, может... Праймейпа словлю. Но я не знаю, в честь кого назвать его, да. То есть, в честь какого летсплейщика... Какой летсплейщик у вас ассоциируется с обезьяной, да. Ну, да, в принципе, с обезьяной. Я не знаю, честно. Кто? Ну, псайдака, знаете, можно кем назвать. Псайдака, если мы даже его слоим, можно назвать уткой. Да, вот этот друг там Евгений. Да, в принципе, утка. Да, утка, потому что псайдак, можно сказать, тоже утка. Мне кажется, будет крутая идея. А вот манки... Манки я не знаю, ребята. Манки я не в курсе, честно. Потом, может, подумаем, но я пока что не имею представления, кто ассоциируется у нас с обезьяной. В принципе, никто не хочет ассоциируется с обезьяной, поэтому я не знаю, ребята. Потом посмотрим, ладно, что будем гадать, что будем сейчас сидеть и мозги себе дрючить, да. Если потом можем... Вот это... Ух ты, там лесной пожарчик, лесной пожарчик. Мне интересно, там лава или что? Да, там лава. Ну, пускай будет. Так, босики, коробосики. Босиков нету! Никак... Это Анжелочка! А Анжелочка... Да вряд ли это босса. Она, в принципе, сама по себе так синенькие выглядит. У нее уже вот эти волосы синие какие-то. Поэтому вряд ли это... Вот так. Ну, я не знаю, ребята. Одиши всякие. Это... Да, можно вот это собирать. Оно будет полезным. И оно будет, если честно, полезным. Опа. Лесной прям... Так, дайте-ка я вот сюда заберусь. Во! Лесной пожар! Лесной пожар! Если бы я смог, я бы, наверное, затушил, но... Сейчас Молтрес заспавится. Сейчас Молтрес заспавится. А почему? Потому что многие люди еще до сих пор думают, что... Чтобы заспавить Молтреса, нужно поджечь лес. И тогда Молтрес заспавится. Это были такие слухи в предыдущих сезонах. Ну, хотя, да. Где-то в таком третьем-четвертом сезоне были такие слухи. Мол, все там говорили, чтобы заспавить Молтреса, нужно поджечь лес. и тогда болт раз огненный покемона огненная легенду выйдет что там что-то с лесом творишь или там что пожар и выйдет тебя там поздравить чувак я огненный покемон ты поджег лес ты мой братишка потому что ты тут house устраиваешь но многие люди так думали но многие люди еще до сих пор так думают потому что были такие случаи когда мне писали что эдисон там подожги лес и тогда молдры заспанется то что молдра спанется через алтарь который находится где алтарь молдреса находится коров нет на хрен его знает где алтарь а в этом в глиняном биоме алтарь молдреса находится поэтому он спается через orb а не через пикачу они через то что ты подожжешь лес офигеть как люди еще до сих пор в это верят так же как был случай с этим знаете мне кажется до сих пор мы к сколько там уже серия идет а ну еще принципе можно чуть-чуть поиграть многие люди знают еще до сих пор наверное думаю то что помните давно там пару сезонов назад это кто там свадлон никто пару сезонов назад была такая легенда была такая легенда там один летсплейщик сделал спрятанный там какая-то лаборатория команды р 2 до сих пор есть люди которые которые в это верят то что он в одной из серий там ходил 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 где-то там искал каких-то покемонов да или еще что-то и случайно где-то в земле наткнулся под водой там было видно какой-то света и какой-то туннельчик он зашел в этот туннельчик спустился вместе там была лаборатория команды эра что там был мол нет не молдерс там был мюту спрятанный да многие там посел покемоны были многие там вещи спрятанные были и самый такой большой приз это был мюту который там в лаборатории находился и потом как после этого как он это сделал понеслась нафиг суд мне эди trend по пытайся найти и попытайся найти лабораторию команды р это мюту сможешь найти попытайся найти это очень просто там просто ходи возле воды и если увидишь свет воде это значит там туннельчики просто напросто заходи в этот туннельчик и иди туда спускайся в эту лабораторию ты сможете мьют говорит мюту который там спрято и если честно meet даже недавно это писали, что единственное попробую найти лабораторию команды R. Я не знаю, кто в это верит еще до сих пор, это прям дурдом какой-то. Ребята, это не лаборатория команды R, это даже не в моде. То есть этот чувак сам ее сделал, потому что я тогда с ним играл, я вроде тогда с ним еще даже снимал, не буду говорить его имя, может кто-то помнит, может кто-то нет. Я тогда даже с ним снимал, я спросил, ты что, реально вот это нашел? Он сказал, нет, что он это сам построил. Сам построил, и потом как бы разыграл вот это на камеру, то что он нашел лабораторию команды R, и многие, если честно, на это повелись, и потом, наверное, пошли искать, ух, где вот эта лаборатория, где вот эта лаборатория команды R, нужно ее найти, и так же и потом и мне, Флуди Ледисон, там, попробую найти лабораторию команды R, и хоть ее вообще в природе не существует, но многие там найди, пожалуйста, пойди-дойди, пойди-дойди, но я, если честно, тогда не то что угорал, а мне Мне это раздражало То что многие люди в это верят И плюс к тому когда я им говорю что этого не существует То они больше верят Тому что они увидели Хоть и это неправильно Потому что Эту лабораторию построили А не она взялась и заспанилась Поэтому это ребята был бред Если кто то сейчас об этом еще думает Что эта лаборатория существует Но она не существует Так же Не буду говорить так же как Деда Мороза Потому что Дед Мороз существует Может тут смотрят там Восьмилетние там ребята И думают Он существует конечно существует Ребята так же как и лаборатория Командера она тоже существует Так же как и Дед Мороз Существует ну да ладно Там это болт да это болт спрятан Вот зараза спрятался Ну вот так летать можно Да твою мать что у меня Во рту нафиг волосы или что Вот так летать можно Если честно Вот тут мы за пару минуток Уже нашли два бола Которые валялись на земле И это круто Потому что нам поушен выпал И нам Да что ты завис Но кталф глючный Или не глючный Или это Майн сам завис Нам поушен выпал И одна темка Бесполезная По сути Если бы нам даже Какая то полезная темка Выпала То я бы ее вряд ли Использовал Потому что я их Ну Не так то часто использую Нифига себе Это что тут за Не знаю Как это назвать Какие то Шедевры Природы Не знаю Прикольно Прикольно Как то так странно Это все Заспанилось Ну пускай будет То есть Прикольно Вот так лава С одной стороны Лава с другой стороны Реально круто Красиво Мне кажется Не часто такое увидишь Ну лети Ты уже пьяненький А с этой стороны Вода заспавнилась Вот этот Ну кто Я не знаю То ли он так сделан И что он там Так Рывками как то летает То ли Это у меня лагает Ну Вроде все нормально Все покемоны ходят Ходят здоровые Ничего там не дергается Никакой там Эпилепсии нету Только вот этот Ноктал Ноктал Какой то Немного Шалит Что то он тут Опа Опа Это Да это еще один Ох Это охрана Ребята Это охрана Тихонько Тихонько Чтобы нас не заметили Это Опа Украли Убегаем Прям пейдэй какой-то Пейдэй Доставьте артефакт Там К Владимиру Или там Владу Как там Вот этот чувак В пейдэе Назывался Я вроде Не помню честно Ну где ты Пьяный Ноктал Пьяная сова Нафиг Больщики 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 Пожалуйста Еще давайте Хотя бы Пару штучек Я буду рад Если вы заспамнитесь Нет Это не бол Ну прикольно В этой серии Мы уже нашли Три бола Ребята Это три вещички И если В этой В этом сезоне Да Хоть мы не находим Боссов Хоть мы Принципи За сколько Тут Это еще один бол Нет Это диклет Хоть мы не находим Боссов Хоть мы в принципе Даже их и не видим Потому что они Может и спавятся Может их и куча спавятся Но мы их не замечаем Потому что у нас Нету покерадара То То мы находим Кучу вот этих Болов И С этих болов Мы себе шмоточки Добываем Хоть и шмоточки Ну немного Бесполезные Потому что Ну зачем нам Вот эти все Лечилки Зачем нам Вот это Иногда какие-то Болы там Бесполезные Если мы Ну честно Даже использовать Толком никогда Никогда не будем Поэтому я не вижу Смысла Я не вижу Смысла Азумарил Здрасте Опа Больчик Вижу 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 Иногда Залека Кажется Что это Волтор А не Больчик Грэдбол Нормально Лучше бы было Если бы это Мастербол А мне кажется Мастербол Даже с этого Выпасть не может Да ребята То есть Вот с таких Обычных Покеболов Мне кажется Мастербол Даже не сможет Выпасть Да если даже Что-то крутое Сможет выпасть Это вот такое Ультрабол Грэдбол Может квикбол Иногда Но паркбол И мастербол Мне кажется Ну Там большого Может какой-то Милли Милли Шанс Что он выпадет Но мне кажется Что там Его даже В списке Вещей Которые могут Выпасть Мне кажется Там Их даже Нету Не паркбола Ни мастербола Ни экспешера Ни лаки Эджи А было бы Очень круто Если бы нам Выпал Прикиньте Сейчас тут Гру Доши Заспамился Это же Дезерт хиллс Да Прикиньте Если сейчас Гру Доши Заспамился Нет Это Нет Не кричите Это не бол Я показываю Это не бол Это волтор Ребята Может вы тоже Иногда путаетесь Да То что на меня кричат Что мол Эдисон Вот ты там На такой-то минуте На такой-то секунде Пропустил покебол Да На земле Может вы тоже Иногда путаетесь Может это не покебол Был А может это Как сейчас Волтор был Просто если Вот Залагало что-то Просто если На него Не обращать Внимание А вот так Мимо него Пролететь То конечно Это может показаться Что это бол Там был Да на земле Что так Просто глазом Да Как-то так Посмотреть Подсмотреть И конечно Может показаться Но вдруг Это волтор был Реально Ну тут я уже Вижу Острова Пошли Острова Тут еще Горы есть Прикиньте Сейчас тут Где-то Алтарь Забдуса Будет Я Ну Что бы я делал Если бы я сейчас Нашел Алтарь Забдуса Ну может С какой-то стороны Я бы Обрадовался Но Мы бы И так И так Его не смогли Заспамить Никак Блазикен Нифига себе Мы бы его И так И так Не смогли Заспамить Потому что Нам Сейчас еще Остается Заспамить Того же Артикуна Которого мы Пока что Еще даже Не можем Заспамить Потому что У нас Ни орба Нету Ни Камня Эволюции Нету Да В принципе Мастер Бола Нету Чтобы Его Словить Поэтому Я бы Если честно Не знал Что делать Вряд ли Я так Прям Обрадовался Ух Нифига Сейчас У нас В скором Времени Легенда Будет Круто Мы нашли Еще Один Алтарь Вряд ли Да Если честно Любая Легенда Которая Сейчас Заспамится Если честно Не знаю Буду ли я Ей радоваться Или нет Потому что Большого смысла Нету Хоть она и заспамилась Но мы ее Словить не сможем Так Да Тут мы еще Не были Потому что Тут ничего Не сломано Опа Главное Не наступить Потому что Все полетят К чертам Вот тут Все нафиг Взорвется Алмазик Круто Вот так И вот Так Так Ну все Ребята Давайте будем Уже выбираться Уже хватит Вот там Искать что-то Опа Вот так Идем Домой В принципе Мы уже дома Может сейчас Что-то еще Поставим на пережарку Что тут у нас есть Ничего у нас нету На пережарку Поэтому нормально Ребята На этом мы уже Наверное Будем заканчивать Вот эту серию Мы Ну прокачали Ноктула Прокачали Инфернейпа Мы наверное Этих двух покемонов Уже будем выкладывать Да иди ты Не хочу Я с собой Сейчас Ну ладно Иди сюда Я вижу Прям жопа у тебя Чешется Будет сейчас Мелькать Вот тут Ходить перед глазами И просто-напросто Наяривать Мол Сразись со мной Зараза Ух ты Прям рожа Такая перед экраном Появилась Я ж напугался Немного Так В этой серии Не забывайте То что я у вас Спросил по поводу Ноктавла В честь кого Его назвать Все же назвать Его Филиппином Или посмотреть На то что Это женский пол И назвать В честь там Какой-то девушки Так что ребята Давайте уже На этом будем Заканчивать Наверное Сколько там серия Стерии уже Ух Ах Времень К серии Хоть может И редко Выходят Пиксельмона Ну потому что Мы не набираем 800 лайков Но смотрите Какие они долгие Восемь Ну 40 Около 40 минут Я там Еще не закончили Сейчас будем Заканчивать Ребята Если вы хотите Чтобы новая серия Пиксельмона Вышла завтра Или послезавтра Поставьте лайк Набираем 800 лайков Сразу же выходит Новая серия Пиксельмона И когда это будет Ребята Зависит только от вас Как я уже много раз говорил И так же Это большая мотивация Для меня Это придает мне Больше силы Я если честно Хочу все больше Записывать новые видео Поэтому Поставьте пожалуйста лайк И получите больше видео Даже в каком-то смысле Так же Не забывайте Оставлять свои комментарии Потому что я отвечаю Практически на каждый комментарий Я читаю каждый комментарий Я отвечаю только там На адекватный Или в принципе Когда задаете Какой-то вопрос Да Поэтому если вы хотите Со мной пообщаться Что-то спросить Что-то там Посоветовать Или еще что-то То оставляйте свои комментарии Я постараюсь на него Ответить Или хотя бы прочитать И так же Ребята Вступайте в нашу Большую дружную семью Все что от вас требуется Это просто-напросто На меня подписаться Я буду очень сильно этому рад Если Ну каждый новый подписчик Который вступает В нашу большую дружную семью Я этому ребята Честное слово Рад Поэтому Подписывайтесь На этом мы будем Заканчивать эту серию Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok